Утро, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск сегодня» в студии работает Ларина Сухуева, за режиссёрским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. На календаре сегодня 28 апреля, среда, и я спешу напомнить, что в этом году исполняется 85 лет со дня образования ГАИ ГИБДД. И к этой памятной дате состоится ряд мероприятий. Но сегодня мы поговорим о детском дорожно-транспортном травматизме. И сейчас я хочу представить вам Анну Жигусову, старшего инспектора пропаганды ОДПС МВД по Республике Сахая-Якутия, капитана полиции. Не забывайте, друзья, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте свои вопросы. В студии телефон прежний 320066 и 32166. Также вы можете задавать вопросы по WhatsApp, по 8-964-428-8818. Доброе утро, Анна. Ларина, доброе утро, доброе утро, уважаемые радио и телеслушатели. Первый вопрос у меня будет весьма традиционным. Какова статистика детского дорожно-транспортного на сегодня в Республике? В прошлом году за 12 месяцев 2020 года на дорогах Республики у нас с участием детей было зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3 ребенка и 97 получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года подобных дорожных происшествий снизилось на 37%, количество раненых в ДТП детей на 31%. Однако был отмечен рост числа погибших в ДТП детей на 50%, это получается с 2 до 3. За 3 месяца текущего года на дорогах Республики у нас сейчас зарегистрировано 12 ДТП, в которых различные травмы получили 13 детей. В сравнении с прошлым годом у нас, конечно же, отмечается снижение, потому что отмечу, что в прошлом году в связи с новой коронавирусной инфекцией в это время как раз-таки все дети, все граждане находились дома, были большие ограничения, поэтому, соответственно, и риск детей попасть в ДТП был, конечно же, минимальным. Ну, надо отметить, что позитивная динамика все-таки прослеживается, да? Что, на Ваш взгляд, способствовало снижению вообще детско-дорожно-транспортного травматизма и какие меры принимает для этого госавтоинспекция? Подразделениями госавтоинспекции по всей Республике ежегодно проводятся различные профилактические акции, конкурсы, мероприятия. И они проводятся не только силами госавтоинспекции, но и в содружестве с другими ведомствами заинтересованными, с общественными организациями, с волонтерами, с юными инспекторами движения. И все это, конечно же, имеет большое значение в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, сотрудники ГИБДД проводят в образовательных учреждениях лекции, занятия по безопасности дорожного движения, а также с родителями, то есть принимают участие на родительских собраниях. И тем самым, конечно же, в свою очередь мы вносим лепту, так сказать, в снижение уровня ДТП с участием детей. А почему не удается достигнуть каких-то еще более значимых результатов, приблизиться к статистике аварии, в том числе с детьми к европейским странам, например? Как я уже говорила, сотрудники ГИБДД проводят в образовательных учреждениях всех форум и уровней занятия, лекции, беседы по БДД, по безопасности дорожного движения. Тем не менее, отмечу, что сотрудники ГИБДД не могут ходить, посещать школу каждый день. То есть, получается, где-то в среднем сотрудник ГИБДД приходит один раз в месяц. И, конечно же, в полной мере обучить ребенка правилам дорожного движения, привить ему навыки безопасного поведения на дороге, конечно же, не удастся, если один раз в месяц сотрудники ГИБДД приходят. И, конечно же, это даже не является прерогативой госавтоинспекции, чтобы каждый день ходить в школу и обучать детей. Для этого у нас есть школы, органы образования, для этого у нас есть семья, где дети весь день, то есть у родителей и у педагогов есть больше времени, и они имеют обучающее, воспитательное, контрольное, контролирующее воздействие на ребенка, на воспитание законопослушного участника дорожного движения. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, звоните нам в студию, задавайте вопросы нашему гостю. Телефон в студии у нас 320066-32166. И также вы можете задавать вопросы по WhatsApp номеру 8-964-428-8818. Мы сегодня говорим о детском дорожно-транспортном травматизме. Анна, скажите, пожалуйста, как продвигается сегодня работа юных инспекторов движения? История этого движения насчитывает уже более пяти десятилетий. Есть ли перспектива таких объединений сегодня, чем они занимаются, и может ли такая форма работы с детьми помочь снизить аварийность с ними на дорогах? 6 марта 1973 года было утверждено положение об отрядах юных инспекторов движения ЮИД. И им устанавливалось, что главной задачей отрядов ЮИД является активное участие в пропаганде соблюдения правил дорожного движения именно среди детей и подростков. Через два года уже по всей России насчитывалось около 14 тысяч. В настоящее время уже в России насчитывается более 25 тысяч отрядов юных инспекторов движения. И такие отряды у нас существуют, организуют, организованы и функционируют не только в России, но и в ряде государств СНГ, в ряде стран СНГ. Это и в Азербайджане, в Таджикистане, в Казахстане. И подобные отряды есть также и в других европейских странах. Ежегодно с участием юных инспекторов движения у нас проводятся различные акции, флеш-мобы, мероприятия. И, конечно же, они проводят именно свою профилактическую беседу у себя в школах, среди детей, среди подростков. Тем самым, конечно же, участвуют в профилактике, в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма. Спасибо, Анна, за ответ. К нашей беседе присоединяются наши телезрители и радиослушатели. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Звука нет у наших режиссеров. Мы хотим попросить включить звук погромче. Алло, слышно? Так, по-прежнему звука нет, он технически неполадкий. И попробуйте перезвонить нам чуть позже. Анна, скажите, пожалуйста, вот на дворе 21 век, век новых технологий, повышенной мобильности, скоростей. И если раньше вот мы в сказках читали про сапоги, скороходы, ковер, самолеты, то сейчас это вполне реально. Ну, если говорить о электросамокатах, о роликах, о гироскутерах, да. И, конечно, это все очень здорово, то есть прогресс идет. Но как этот технический прогресс отразился на безопасности на дорогах для детей? Действительно, вот большую популярность начали иметь так называемые средства мобильного передвижения. Это сегвеи, моноколеса, гироскутеры, электрические самокаты. И несмотря на то, что они имеют электрический двигатель, имеют высокую мощность, также могут набрать небезопасную скорость для движения, тем не менее, чаще мы наблюдаем, что на них передвигаются больше дети и подростки, которые, конечно же, не знают правила дорожного движения, которые могут допустить выезд на проезжую часть. И хотелось бы порекомендовать, в первую очередь, родителям, потому что понятно, что эти средства, они не стоят копейки, то есть и купили, приобрели, подарили родители детям. И, получается, хотелось бы вот поэтому обратиться, в первую очередь, к родителям. Если вы приобрели своему ребенку, своему несовершеннолетнему ребенку подобное средство, то обеспечьте их средствами защиты. Это шлемом, налокотниками, наколенниками, чтобы в случае падения ребенок хоть как-то мог получить минимальные травмы. Необходимо также учитывать, что эта категория, так сказать, людей, лиц, которые передвигаются на подобных средствах, они относятся к категории пешеходов. То есть в настоящее время, конечно, идут обсуждения на федеральном уровне, чтобы приравнять их либо как отделить как отдельную категорию участников дорожного движения, либо приравнять их как к велосипедистам. Тем не менее, на сегодняшний день они пока относятся к пешеходам. Соответственно, они должны придерживаться всех требований и правил, которые относятся к пешеходам. То есть передвигаться только по пешеходным зонам, это по тротуарам, по пешеходным дорожкам. При этом не соблюдать безопасную скорость движения, то есть не набирать большую скорость. Всегда выдерживать дистанцию до людей, до других объектов, предметов во избежание столкновения. Конечно же, не создавать угрозу другим пешеходам. Ну и понятно, что передвигаться на таких средствах необходимо в трезвом уме, так сказать. То есть не употреблять какие-либо алкогольные, наркотические, тем более уж спиртные напитки. Кстати говоря, до вашего появления в этой студии несколько выпусков назад мы беседовали с травматологом, который сказал, что за последние годы снизилось количество травм, связанных с ездой на скутерах. Только как ввели вот этот закон о том, что необходимы тоже права на это средство передвижения. Да, если раньше на 14 лет, особенно вот было модно, родители дарили своим подросткам, вот в связи с совершеннолетием, скутеры, мокики, да, то есть потом реально начал подниматься уровень, увеличилось количество ДТП с участием скутеристов, которые выезжали на проезжую часть, при этом, конечно же, не зная никаких правил для водителей транспортных средств. И погибли очень много детей, и после этого законодатель все-таки принял решение, и теперь уже для управления скутером, мокиком необходимо обязательно водительское удостоверение категории М. У нас в студии есть звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Доброе утро, по-прежнему звук мы не слышим. Анна, тогда продолжаем, да, как я вначале уже говорила, что в этом году ГАИ ГИБДД отмечает такое большое событие, 85 лет со дня образования этого ведомства. Какие мероприятия вы запланировали в рамках юбилея? В рамках юбилея у нас запланировано проведение фотоконкурса, именно, конечно же, приуроченных истории, то есть госоинспекция в прошлом, в настоящем, в будущем. Фотоконкурсы, плюс еще очерки различные, литературные. Помимо этого у нас запланировано, конечно же, праздничное мероприятие, но пока в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой до 3 июля еще пока неизвестно, все ли это у нас осуществится. Тем не менее, будут проводиться, помимо каких-то юбилейных мероприятий, и другие именно видеосюжеты, создание видеосюжетов юбилейных, именно приуроченных к празднику. А конкурса где можно будет узнать? На сайте, наверное, да? Да, у нас вся информация размещается на сайте для фотокорреспондентов, для корреспондентов и других участников. Что ж, огромное спасибо за интересную беседу. Доброе утро, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. И сейчас у нас в гостях Яна Киуру, директор средней школы номер 3 города Якутска, руководитель регионального ресурсного центра профилактики безопасного детского дорожного движения, и Саргылана Ксенофонтова, старший педагог дополнительного образования детского подросткового центра города Якутска, руководитель проекта ПДД «Навигатор». Доброе утро, девушки. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Со звуком у нас теперь всё в порядке, так что вы можете смело звонить нам в студию и задавать вопросы нашим гостям. Телефон студии прежний 32 0066 32 1166. Ну и также у нас, конечно же, работает WhatsApp номер, вы можете задавать вопросы по нему. Напомню, номер 8 964 428 88 18. Итак, начнём беседу, да, девушки? Яна Евгеньевна, скажите, пожалуйста, почему важно поднимать тему профилактики безопасного детского дорожного движения? Добрый день. Конечно, вопросы профилактики действительно нужно начинать очень рано. И, как говорит статистика, дети как погибали, так и погибают на дорогах не только нашей столицы, но и в республике и во всей России. Хочется сказать о том, что здесь несколько вопросов. Это первое, когда мы начинаем обучать, да? И второе, как мы обучаем. Если мы неправильно обучаем детей с детского сада, если мы неправильно продолжаем эту работу в школе, то системы нет, работы нет. И дети, конечно, неправильно научившись правилам дорожного движения, могут также себя вести и на дорогах. Ну и, конечно же, здесь хочется и сказать про родителей, которые являются большим примером и своими действиями как раз показывают, как нельзя себя вести на дороге. Вот об этом как раз мы и занимаемся на своих занятиях. А с какого возраста следует обучать детей правилам дорожного движения? Ну, опять же, хочется сказать, что чем раньше, тем лучше. Мы, например, как педагоги, как образовательные учреждения должны получить детей уже подготовленными, с какими-то основными навыками. Поэтому, я думаю, детский сад в этом есть и начинатель. Сейчас у нас в городе Якутске есть отряды, то есть помощники, юпидовцы, юные помощники инспекторов дорожного движения. Вот эту работу системную проводят детские сады, и поэтому они уже нам детей дают с основной базой понимания того, кто такой пешеход, кто такой водитель, кто такой пассажир. А мы должны уже развивать у них основные навыки, когда ты стал водителем, когда ты стал участником дорожного движения, то есть продолжать эту работу. И, конечно, работа должна быть системной, и я думаю, что и в университетах, и в институтах тоже должны учить детей, выпускников, как же быть достойным водителем на наших дорогах. Расскажите, пожалуйста, о работе юного инспектора дороги. Юный инспектор дорожного движения, ну, это, наверное, целая страна. В этом году 48 лет исполняется, исполненному движению. Но ребята в этом движении очень мотивированные. Если, знаете, взять обычного обучающего и юного инспектора дорожного движения, то это немножко разные даже категории. Юный инспектор дорожного движения умеет совладать с собой, он умеет выступать на аудиторию, он знает правила дорожного движения, может оказать первую медицинскую помощь, он может обучить других детей, он является помощником педагогов в школе, он спокойно может летом, например, провести какие-то даже занятия с детьми в лагерях и так далее. То есть это ребенок, у которого много уже компетенции развито. И эти дети на выходе, я думаю, могут даже получить удостоверение, если, конечно, была бы такая возможность у наших детей. Но, к сожалению, этот вопрос только рассматривается в Министерстве просвещения и в Центральном управлении ГИБДД, мы об этом тоже говорили, что на выходе ребенок, который состоит в отряде юных инспекторов движения, должен все-таки получать какое-то хотя бы удостоверение категории А. Тогда бы это был большим бонусом. А чем этот проект отличается от проекта ПДД-навигатора, Сергея Голова-Семеновна? Добрый день. ПДД-навигатор, он основался в детском подростковом центре еще в 2007 году и работает направленно именно со школами, с детскими садами, с детьми, проводит мероприятия для того, чтобы дети, и не только дети, подростки, и родители могли узнать побольше о правилах дорожного движения. Проводятся различные конкурсы, мероприятия, сейчас в дистанционном формате, проводятся тоже конкурсы, такие как автоквест, проводятся светофоры и так далее. Такие конкурсы, которые объединяют не только детей, но и родителей. И тем самым, мне кажется, они больше узнают о том, что правила дорожного движения все-таки нужно учить, изучать прямо, как сказала Яна Евгеньевна, с раннего детства. Так он закреплен, у нас работает, у меня тоже есть юный инспектор движения, это автостоп. Ребята, они ведут шество над детским садом Кюнчэнь. И действительно, они проводят различные мероприятия, они помогают изучать именно азы правил дорожного движения. А как попасть ребенку в этот проект? Проект. В данный момент я работаю, например, со школами. У меня школа 33-я и 27-я, также и детский сад. И ребята записываются. А так можно, конечно, в детский подростковый центр зайти на сайт и записаться. Яна Евгеньевна, а как можно стать юным инспектором? Юным инспектором можно стать по желанию. В этом году мы организовали даже целый класс специализированный, специализированный класс юных инспекторов движения. А также дети узнают о работе юных инспекторов движения, потому что наши юидовцы, они же ходят в классы, они рассказывают о своей работе. И мало того, они видят, как дети работают. И того, кто захочет, конечно, отбора нет. Все по желанию. А вот уже кто на соревновании, здесь, конечно, идет небольшой отбор для того, чтобы понять, кто владеет фигурным вождением велосипеда, кто больше знает правила дорожного движения и так далее. Но для этого, конечно, мы их обучаем целый год. А на сегодняшний день как много юидовцев в городе, в республике? Ну, я знаю, что на базе каждой школы есть у нас отряд юных инспекторов движения. Это минимум 10-15 детей в школе. Ну и посчитайте, если 45 школ образовательных у нас в городе, это вот большое количество. Но помимо этого и в республике, то есть объединяется большое количество детей. И они встречаются в Малой академии дорожных наук, которая проходит в Сосновом Бару. Ну, это, как сказать, лучшие ребята. А вообще это движение уже в республике набирает большие обороты. Яна Евгеньевна, вы упомянули, что в вашей школе вы создали специализированный класс. Вот расскажите о нем. Да, история создания класса началась еще летом. Мы подписали договор о сотрудничестве с управлением ГИБДД Республики Саха и Якутия. Они являются нашими кураторами. И поэтому вся работа строится совместно. Здесь задействовано большое количество людей. Это классный руководитель обязательно, который работает с родителями. Это педагоги доп. образования. Эта работа строится по программам дополнительного образования, дорогой безопасности. У детей проводится дополнительно два часа. Это ПДД. И по воскресеньям фигурное вождение на велосипеде. Детки уже были посвящены в юных инспекторах движения. Прошел большой красивый праздник. Они понимают, кто это такие. Они уже отличаются. У них своя форма, у них своя символика. И, конечно, работу будем подытожим. Посмотрим, что получится после окончания четвертого класса. Чтобы они дальше были такой базой. Я знаю, что ваша школа является ресурсным центром по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, в этом году Министерство образования, конечно, нам достоило чести. И мы стали ресурсным центром. Я думаю, потому что все-таки работая 30 лет в школе, по этому направлению, наверное, есть какая-то у нас база, опыт, которым мы могли поделиться. И поэтому на основе этого у нас есть свой класс ПДД. Что же такое ресурсный центр? Ну, это как бы центр, который помогает руководителям юных инспекторов движения из школ города и республики получать основу работы с юидовцами. Потому что многие не понимают этого. Или многие не знают. Отработав один год, кто-то уходит. Потому что, ну, знаете, нет поддержки, может быть, в образовательных учреждениях самих. Некоторые директора не понимают, честно скажу, всего значения этого направления. Потому что, когда начинаешь работать, кстати, юные инспекторы движения очень много и выигрывают. Они выигрывают и велосипеды, и другую технику. Да, это же тоже обогащение материальное, техническое содержание школы. И дальше ресурсный центр — это такое количество педагогов, которое будет дальнейшим образом делиться своим опытом, как работать с детьми в начальной школе, как продолжать в среднем и старшем звене. Потому что вот как раз преемственности часто у нас не бывает. Ну и, конечно, сюда же будут подключаться все остальные центры. Мы уже об этом говорили на круглых столах, что это работа не одной школы, не одного центра, а системная работа. Если системная работа будет, то, я думаю, и все школы республики подтянутся в этот центр. Ну, сейчас идет работа дистанционно. Есть школа подготовки руководителей, есть планы, есть команда творческих работающих учителей в этом направлении. Работа началась. Яна Евгеньевна, вы сказали, что дети могут выигрывать велосипеды и прочее. Вот расскажите, где они могут выигрывать, что за конкурсы такие? Ну, это Малая Академия Наук, это и в подростковом центре, я знаю, что очень много, да, вы даете детям разных призов и подарков. Да, мы тоже для этого стараемся. Мы подключаем спонсоров, чтобы детям как-то вознаградить, чтобы понять, что правила дорожного движения необходимы для, не только для детей, так и для родителей, чтобы общество видело и понимало, и, ну, как бы привлекать, конечно же, да, чтобы... Да, федеральная программа по безопасности дорожного движения, она предусматривает какое-то количество финансирования для того, чтобы поддерживать все эти программы. И проекты, например, в управлении образования, для этого выделяются средства на проведение конкурса «Безопасное колесо», которое проходит в конце года, также другие мероприятия, конкурсы, агитбригад и так далее. И если достойная команда выступает, даются сертификаты, конечно... А какие задания даются обычно ребятам? На «Безопасном колесе»? Да, на таких вот конкурсах. Ну, на «Безопасное колесо», если городское, братья же, мы на Республику, на Россию выезжаем очень часто. Конечно, немножко отличаются республиканские городские конкурсы от всероссийских. Ну, к примеру, ребенок должен теоретически знать правила дорожного движения, это конкурсы знаков ПДД. Дальше, второе, это фигурное вождение. Он должен проехать, не получив никаких штрафных, между разными этапами. Следующий конкурс – «Оказание первой доврачебной помощи». Это обязательно условие, как и здесь, на всех конкурсах, так и на России. Это, представьте, ребенок, которому еще нет 12 лет, он должен знать реанимацию, он должен знать, как остановить кровотечение и так далее. Да, это очень серьезно. Поэтому подготовка здесь... Как наложить шею на шею. Конечно, здесь очень много должен ребенок знать. Друзья, мы уходим на рекламную паузу. Обязательно вернемся к вам через несколько мгновений и продолжим наш разговор. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию и задавайте вопросы. Доброе утро! Мы продолжаем беседовать о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. У нас в гостях Саргалана Ксенофонтова, старший педагог дополнительного образования детского подросткового центра города Якутска, руководитель проекта ПДД «Навигатор». И Яна Киуру, директор средней школы номер 3 города Якутска, руководитель регионального ресурсного центра профилактики безопасного детского дорожного движения. Друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию и задавайте вопросы гостям. Яна Евгеньевна, и продолжая тему конкурсов для юидовцев, как Якутия, как Якутска выступает на всероссийском уровне? На всероссийском уровне мы выступать уже стали достаточно хорошо. Работая в 31-й школе, детки этого отряда попали в Книгу рекордов Геннессы России за акцию, которая проходила к юбилею юидовского движения. Дальше мы на безопасном колесе тоже входим в пятерку лучших по некоторым направлениям. Но хочу оговориться, что есть этапы, на которых Якутия пока будет еще находиться в серединке. Из 84 регионов, нет, не на последнем, нет. Но в 40 можем войти по некоторым этапам. У нас, например, нет до сих пор в республике крытого автогородка. Это единственное бы место, где можно было круглогодично готовить детей, ввозить детей на обучение. А если мы юидовцев берем, которые готовим к России, то тогда они бы занимались там круглогодично, в автогородке. Это очень было бы хорошее подспорье всем руководителям, всем педагогам и доп. образований, и образовательных учреждений. Ну и по другим тоже направлениям, совместно с ГИБДД Республики Саха и Якутия, они нас достойно везде проталкивают. Мы участвуем, стараемся республику, имидж республики поддерживать. Ну здорово, очень здорово. Я знаю, что недавно, в начале этого месяца, в селе Намцы состоялся межведомственный круглый стол воспитания, культуры, поведения участников дорожного движения. Расскажите, пожалуйста, об этом круглом столе, который прошел. Кто принял участие, какие вопросы обсуждали? Значит, в круглом столе приняли участие вот мы, Яна Евгеньевна, мы выступили со своими тоже вопросами, рассказали о своих проектах. Также выступила Гуляева Елена Владимировна, инспектор ГИБДД, подполковник полиции, с темой анализ текущей ситуации о принимаемых мерах по профилактике детско-дорожно-транспортного травматизма. Также выступили воспитатели, учителя села Намцы, у них тоже есть проекты, как они работают, как они проводят различные мероприятия и участвуют тоже в различных конкурсах. Был интересный обмен опытом, что-то интересное было у них, я думаю, что и мы что-то новое, интересное для них рассказали, показали. Это совещание было замминистра, значимость этого мероприятия была очень высокая. И хотелось бы немножко добавить, что очень в эту работу включается в Намском улусе, глава Намского улуса. Это, знаете, даёт такую возможность всем школам, организациям дополнительного образования, всем в едином порыве работать. Это очень хороший пример другим регионам, другим улусам. Сергана Семеновна, скажите, какая образовательная деятельность реализуется детским подростковым центром? В детском подростковом центре работает программа, развивающая программа, вообще развивающая программа «Дорожная азбука». Тоже вот, как я говорила, у меня обучаются по этой программе уже 117 детей, начиная с 6 лет, заканчивая с 16. Разный возраст, разные детки, конечно же, да, есть желание заниматься. Вот они обучают азы правил дорожного движения, потом они у меня после обучения какую-то вот проходят стадию, вот уже отбор идёт на юный инспектор от движения. Вот такая вот работа ведётся. Добавлю, да, вот что касается всех программ, сейчас мы прям обращаемся к родителям, кто слушает. Навигатор — это программа, которая должна систематизировать всю работу. Родители должны быть заинтересованы, знаете, в чём? Что они зарегистрировать детей? Обязанность классного руководителя, педагога этого образования — внести это всё, да, то есть вести эту работу. А вот родители должны зарегистрировать себя и детей. Сейчас сложность в этом огромная у всех школ, у всех директоров, я думаю, будет у всех педагогов доп. образования. Так что, уважаемые родители, кто нас слышит, пожалуйста, не поленитесь. Майские праздники, сядьте за компьютер, зарегистрируйтесь, если у вас нет ещё до сих пор госуслуг, да, через госуслуги навигатор зайдите, потому что, знаете, если мы сейчас эту работу не сделаем, то вся работа педагогов доп. образования, педагогов нашей школы, потому что это тоже будет отслеживаться скоро, вся работа, возможно, скажется на нет. А для чего нужна регистрация? Через госуслуги? Ну, это систематизация, это отслеживание, сколько детей, да, посещают кружки и секции. Это также необходимое условие для работы всех педагогов доп. образования и центров педагогов. Да, поэтому огромная просьба. Зайдя в этот навигатор, они выбирают, во-первых, да, желающие родители выбирают кружок для своего ребёнка. Ну, в том числе и по нашим направлениям, да? Да, потому что это вот мы действительно видим, да, желание родителей, чтобы ребёнок записался туда. Я ещё знаю, что в летний период работает оздоровительный лагерь дневного пребывания «Автостоп». Вот как можно записаться в этот лагерь и чем занимаются ребята там? Да, ну, записаться, как я говорила, можно зайти на сайт детско-подросткового центра и записаться. Дети, которые посещают этот летний лагерь, они тоже так же учат, узнают о правилах дорожного движения. Затем они обучаются и проводят вместе со мной различные мероприятия. Так мы провели, например, в рамках городского фестиваля «Литний позитив» мероприятие «Дорожный лабиринт». Это было как бы в очной форме, а в прошлом году мы провели его как олимпиаду. Это для участников, состоящихся для детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сформированными это отделами полиции и комиссией по делам несовершеннолетних. Мы сотрудничаем с УИГИ БДД, с инспекторами города Якуса управленообразования. Они всегда идут нам на встречу, поддерживают. И у нас получается очень хорошая работа в этом сфере. К нашей беседе присоединяются телезрители и радиослушатели. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. Могут ли педагоги, родители инициировать установку каких-то знаков, там, лежачий полицейский, либо вот эти двойные сплошные. Вот есть такой опыт в работе педагогов? Спасибо за интересный вопрос. Ну, у меня был такой опыт. Вот мы в том году обращались в управление дорог и писали, чтобы нам сделали около школы тротуар. Единственное, отклонили, потому что сейчас идет реконструкция проспекта Ленина, и мы теперь попадаем в этот проект, и у нас будет рядом со школой хороший тротуар. А вообще, конечно, родители обращаются, мы обращались о переносе остановок, но, к сожалению, по транспортным схемам не всегда это получается. Да, ну, думаю, надо сначала в ГИБДД обратиться, я думаю, они вас перешлют в тот отдел, который занимается конкретно схемами всеми. Очень хороший вопрос. Да, мы возле 27-й школы, там не было тоже пешеходного перехода. Да, мы выходим с акциями, с детьми, вот с помощью, с поддержкой, конечно, ГИБДД, да, и стараемся привлечь и тем самым, чтобы возле школ, действительно, вот таких учреждений, где занимаются детки, было побольше знаков и светофоров. Угу, или женщины полицейские, конечно, тоже очень важно. И, Сергей Голан Семеновна, возвращаясь к вопросу о лагере, да, автостоп, какого возраста дети могут записаться в этот лагерь? В лагерь, ну, что, у меня с 8 лет до 13, такой возраст, когда, это же лагерь, там детки разного возраста, чтобы они могли... Все вместе общаться, да? Да, общаться, да, но в прошлом году было дистанционно, и был охват, конечно, большой, и желание, вот они дистанционно все боятся, что все, вот, и родители, да, что они будут сидеть за компьютерами целыми днями, да, у нас это было не так. Я скажу, потому что мы начинали, как обычно, как обычно в лагере бывает, да, детки просыпаются и начинают утреннюю зарядку с нашими руководителями. Они встают, они делают, это все, это, фотографируют, все отправляют. То есть компьютеры, это все, да? Да, да, конечно, ага, потом они с нами вместе готовят завтрак, да, после этого, это все расписано, естественно, да, по времени, они потом с нами проводят какие-то, вот, отдельно по программе, как я говорила, вот, да, по программе они, занимаемся мы с ними, после этого у них обед, на обед тоже бывают какие-то темы, да, интересные, потом у них после этого идет разгрузка, и они участвуют в мероприятиях. Вот одно из мероприятий, которое я вот провела, да, мой любимый транспорт, детки отправляли свои фотографии любимые, в этом конкурсе участвовали, я скажу, что не только город Якутск, это был Ильянск, это Калининград, 79 детей отправили свои фотографии, да, и вот такой прошли отбор, было очень здорово, было интересно им самим поучаствовать в этом. Как интересно, да. А с какого числа стартует этот лагерь? Лагерь в июне месяце, два сезона будет нынче у меня, первый сезон начнется с 4 июня, и второй уже там где-то с 1 июля начнется. Ну, всю информацию узнавать на сайте, да? Да, на сайте можно. Скажите, пожалуйста, вот какие акции вообще, какие мероприятия совместные вы проводите вместе в СГИ ГИБДД? Ко дню, да, памяти жертв ДТП. ДТП, да. Очень были такие обширные акции, сейчас, конечно, последние годы от того, что дистанционно только через Дистан, а так мы начинали его обязательно с храма, потом мы могли ехать за машиной, на машине лежала груда металлолома, то есть машины, попавшие в аварии, и уже ребята раздавали листовки пешеходам, заходили в автобусы, также, ну, то есть по-разному. Да, вот письмо водителю, мы, детки, писали письма водителю, сами сочиняли, да, оформляли. Водителям автобуса? Нет, водителям транспорта, да, транспорта. Так как это было дистанционно, действительно, вот мы просто передали инспекторам, и они уже раздавали им водителям. Интересные мероприятия вы проводите, огромное спасибо вам за участие в нашей программе, я желаю вам удачи, отличного настроения и, конечно же, здоровья в этот непростой период. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Арина Сукуева за режиссёрским пультом Мария Нагородова и Николай Слепцов. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова